Всем привет! С вами в эфире Вадим Кинолов. Сейчас я вам покажу реальную рабочую ситуацию. То есть был вызов к собаке породы Акита. То есть жалоба поступила. Во время прогулки все было хорошо. С прогулки пришел и захромала собака на заднюю правую. Ну как бы хозяин посмотрел, якобы, чтобы болеть задняя правая лапа. И в момент, когда с положения лежа он вставал, то есть якобы хромает задняя правая лапа. Видео будет, я уже на улице его осмотрел. То есть да, он вышел, встретил. И первая причина была, да, действительно хромота задней правой лапы. Ну через 5-10 минут осмотра на улице, первичного осмотра, именно как собака двигается в спокойном состоянии. То есть еще он захромал на левую переднюю. Но опять же, да, то есть причина, это не может быть, что болит правая или левая. То есть причин может быть очень много. Это мы попытаемся сейчас установить. Почему? Потому что перенос тяжести тела является также самым большим фактором. Мы должны сейчас определить, то есть действительно, где находится у нас болезненное ощущение. Так, сейчас вот я его разверну. Так, пляж. То есть опять же, да, как любой массаж и любой смотер, мы начинаем с живота. То есть животик мы смотрим. То есть видно, да, вот он уже, животик расслабленный. То есть видно, да? Вот. То есть контакт уже с собакой установлен. Живот расслаблен. Расслабься. Вот, видно, да? Вот, смотрите. Мягенький животик, все. То есть контакт уже с собакой установлен. Хорошо. Прощупаем глубже. То есть, что я сейчас сделаю, да? Так же самое я прощупываю глубоко живот. В частности, меня интересуют мышцы пресса. Я заставляю их сократиться для того, чтобы понять, будут ли какие-то болезненные ощущения. То есть, но видно, да? То есть, смотрите, да? То есть болезненных ощущений в области живота нет. Поэтому мы можем исключить, что с прессом у нас все, слава богу, нормально, да? Вот. Сейчас хорошо. Сейчас я его разверну еще раз и начну осмотр с левой лапой. Оп. Так же самое, да? Вот я, смотрите, перевернул. Перевернул и опять же, да, животик. То есть, да, животик вот у нас опять хороший. И посмотрим мы переднюю лапку. То есть, опять же, осмотр начинаем, да, с пальчиков. Опять же, видно, да? То есть, я показываю. Фиксация есть. То есть, зафиксирована. Собака уже лежит нормально. Тут не надо мне фиксировать задние лапы. То есть, он, в принципе, нормально к этому дается, да? То есть, и вот мы осматриваем пальчики. То есть, опять же, внимательно слушаем и внимательно следим за собакой. Всем своим видом покажет, если... То есть, видно, да? В принципе, как таковых болезненных ощущений, у собаки не наблюдается. Но есть такая вот... Ну, может быть, слышали, но, в принципе, это не должно являться поводом для того, что собака хромает. Ага. Есть. Слышали щелчки, да? Но по выражению, так сказать, морды, видно, что, да, то есть, собака в напряжении. Сейчас я потихоньку начинаю сильней прикладывать усилия для того, чтобы понять. То есть, видно, да? Вот у меня зафиксировано. То есть, плечо зафиксировано. Зафиксирована лапа. То есть, видите, как у меня фиксация идет. То есть, он указательный. И средний. И мизинец и безымянный. Вот у меня зафиксировано. И большой. То есть, у меня зафиксировано. Я сейчас работаю только пальцами. То есть, пальцы могу сказать в норме. Хруст был одного пальчика, но это точно не является проблемой. Сейчас, видите, пробую делать круговое вращение. И вот я прижимаю, да, вот пальцы. Тихо, 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 тихо. Нет, расслабься, расслабься. Сейчас, смотрите, тихо. Все, ушли. Нам не мешают, не мешают. Так, все, расслабься, расслабься. Сейчас, смотрите, беру я по-другому фиксацию. Почему? Потому что я начинаю немножко другое. Работа с пястью. То есть, видите, я сжимаю. Вот. Тихо, тихо. Вот. Пляжь. 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 Нет. Вот так. Пляжь. Болит. Болит. Да, болит. Вот тут болит. Болит. То есть, при первичном осмотре, когда бегал на улице, вот мы хромоту и нашли, да. То есть, был вот сустав. То есть, с пальцами все нормально. Но сустав, особенно когда, вот видите, я сдавливаю и заворачиваю его. Вот. То есть, я сейчас меньше усилия уже прикладываю. Потому что начинаю работать над устранением проблемы. То есть, все-таки где-то, наверное, неудачно подскользнулся или оступился. Но это, опять же, пока только пальцы. А у нас еще, видите, вся лапа впереди. То есть, опять же, да, все следим. Вращаем и следим, то есть, за выражением морды. Вот. То есть, вот в этом. Вот оно. Болит. Болит, да. Ну, все спокойненько. Все хорошо. То есть, фактически, можно что сказать. Да, мы определили эпицентр боли. Опять же, да, мы еще не знаем. У нас еще есть три лапы и еще все плечо. Но уже вот здесь вот мы знаем, что, да, есть проблема. И сейчас мы начинаем уже устранять эту проблему. То есть, мы должны понять, где именно она скрыта. То есть, видно, да, я сейчас вот палец вращаю. Здесь вот я прижимаю. И сейчас я с каждым... То есть, если до этого я делал только отдельно, скажем, палец здесь, я уже, видите, вращаю. То есть, если видно, вот оно полностью идет. Тихо. Расслабься. Вот. Вот. То есть видно вращение. Опять же фиксируем. То есть видите, правой рукой я зафиксирован полностью, чтобы у меня не было даже никакого движения. Получается какая-то микротравма вот здесь была. И в принципе я думаю, что мы ее вовремя заметили и устранили. То есть видно сейчас, да? То есть я уже больше прикладываю уси и собака уже лежит спокойно. То есть видно, да? Она уже не такая напряженная. То есть грубо говоря, она сейчас уже получает удовольствие. Он таки разъехался, скорее всего. Отлично. нет здесь хорошо все тогда он осторожно смотрит ждет подвоха но здесь видите как куда то здесь все очень неплохо сейчас сейчас вот и подбираемся к плечу стоит нет ниже 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 опять видно да за фиксирована лапа вот у меня левой рукой зафиксировано четырьмя пальцами я фиксирую плечо видно да и большим пальцем я прощупываю плечо но опять же да то есть вот тут вот есть я сказал бы наверное усталость мышц болит болит то есть что можно принципе по первичному опять сказать я считаю где-то началась с пальцев нагрузка немножко изменилась а и плечо натрудилась а и это все за одну прогулку значит где-то прогулки утром подскользнулся утром на прогулке было хорошо с прогулки пришел получил сбегая с лестницы да может быть когда сбегал с лестницы с крыльца вот здесь вот и подскользнулся но он больше наверно подскользнулся все таки палец и потом пошло на то есть видно да как у меня тихо тихо лежит то есть вот у меня левая рука работает зафиксирована правая и вот здесь вот я работаю с мышцами плеча тихо 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 да 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 так бывает больно я согласен а Вот так. Поэтому я считаю, травмировал пясть, изменил нагрузку, стало лапа становиться по-другому и натрудил плечо. И это все произошло за сегодняшний день. Будем считать где-то с района 7 утра до... Сколько сейчас у нас время? Два часа, да? Час? Час дня. Вы понимаете, да, как быстро спрогрессировать. Ну и в принципе здесь можно на удачу рассчитывать. То есть могла собака отлежаться и в принципе все восстановилось, и сама ничего не накрутилось, а могла бы возникнуть большая проблема. Но учитывая, что сейчас на улице погодные условия не препятствуют к лучшему, то могло повлечь за собой. Почему? Потому что, да, вот видите, как первое знакомство было, как выбежал четко. Было видно, что проблема задняя правая. И только, я повторю, минут через 7-10 было установлено, что пошла хромота на переднюю лапу. Первое, при первой встрече, передние лапы даже не хромали. Вот. Расслабься. Сейчас потянем. Потянем. То есть видно, да, я придерживаю за позвоночник. Четырьмя пальцами показываю. Придерживаю. Большим пальцем я работаю с мышцами плеча. И лапу я, видите, растягиваю. Вот. Вот, хорошо. Вот так вот. Тихо-тихо, да. Вот там вот болит. Вижу, я знаю, где болит. Я знаю, да. Я чувствую. Вот там вот болит. Тих-тих. То есть вот, большим пальцем я нащупал точку боли крепления. И сейчас мы делаем расслабление для того, чтобы ослабить напряжение в плече. То есть видно, да, по морде, что собака расслабляется. Да, первоначально было, да, я сказал бы неприятное. Но сейчас очень уже даже приятное ощущение. И видно-то. И я потихоньку вот оттягиваю рабочую лапу еще дальше. Хорошо. Хорошо. И подаю плечо вперед. И опять же, все время слежу за мордой. Вот так вот, да. Вот. Хорошо. Видите, отпустил большой палец. И сейчас опять видно, да. Залажу глубже. И вот. Тихо-тихо. Угу. 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 Хорошо. И смотрите, да, то есть я поработал. И теперь как вот я аккуратненько возвращаю лапку в исходное положение. Вот. Я верну. И смотрите, не отпуская. То есть, опять же, у меня все время животное зафиксировано. И сейчас мне надо просто вот полностью плечи-то, видите, все. Вот какое оно мягенькое, чувствуете, да. То есть, чувствуется, видно, я не знаю, может быть, видео так сильно не передает. Но чувствуется, какое мягкое мышцы плеча. Плечи-то. Вот. Вот чуть дальше. Угу. 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 мне надо потянуть. Опять же, смотрите, да, правой рукой у меня зафиксировано плечо. То есть вот четырьмя пальцами я фиксирую снизу, большим пальцем я прижимаю вверх и мне надо вот вытянуть. То есть можно сказать, собаку на шпагат мы посадили. Вот, хорошо. Опять же, смотрите, показываю, как возвращаем в исходное положение, да, спокойно, то есть я не буду показывать то, чего делать нельзя, да, вот бросить нельзя и чтобы он, то есть мы также само аккуратненько, видите, то есть вот вернули, видите, не отпуская мы перехватили и опять мягко вот поработали. То есть смотрите, да, в принципе, с плечом мы разобрались. Сразу же, пока мы на этой стороне, что мы сейчас сделаем, я вам тихо-тихо-тихо покажу, чуть-чуть разверну и мы посмотрим район лопаток и позвонок. По позвоночнику пройдем район лопаток, то есть видите, да, вот я прощупал. Опять же, большой палец я придерживаю, вот видно придерживаю, да, и сейчас работает у меня четыре пальца, прощупываю, то есть позвоночник в районе лопаток, вот, и к шейке подхожу, да, вот, вот здесь даже по выражению морды я бы сказал бы, что ему даже нравится, то есть болевых ощущений нет. Здесь он кайфует, то есть говорит, такой массаж мне нравится, вот, и смотрите, да, вот опять же, вот я, если отпустил тут большой, опять же, у меня тут четыре осталось, и вот я сейчас прощупываю позвоночник, сейчас я подвину его чуть-чуть, и дойду, опять же, вот видите, все раз, и зафиксировано, и пройду по позвоночнику до крестца. То есть мы сразу определяем, есть ли проблемы с позвоночником. Опять же, смотрим за выражением мордой и за то, как мышцы реагируют на давление, да, то есть видно, что я делаю сейчас правой рукой, вот, раз, и чуть-чуть мне надо еще подвинуть, чтоб долезть до крестца. Хорошо, хорошо, вот, и пришел я к крестцу, то есть вот у меня зафиксировано тут животное, и сейчас я работаю район крестца большим пальцем. Видно есть ли, да? Может, не сильно видно, но поверьте мне на слово. Сейчас я вам разверну животное. Аккуратненько так лежим, лежим, все нормально. Мне надо просто показать. Вот. Видите, сейчас я прощупываю крестец. То есть сейчас уже в таком положении, если так мне уже немножко будет неудобно работать большим пальцем, да, то я сейчас большим пальцем придерживаю, а работаю четырьмя. Видите, прощупываю. Хотя, на самом деле, все-таки, я считаю, что крестец лучше прощупывать большим пальцем. То есть правильнее будет, но опять же, если чувствуешь и понимаешь, что ты прощупываешь четырьмя, но правильнее будет, если ты будешь прощупывать вот так вот, особенно стоя, да, то есть вот. Просто большим пальцем ты можешь залезть гораздо глубже. Ну, тут видно, да, то есть у нас болевых ощущений в районе крестца нет. То, по-первыхому, скажем, опять же, да, вот этому вот осмотру мы можем сказать, в принципе, какие очень такие положительные результаты, что с крестцом у нас проблем, с позвоночником и с крестцом у нас проблем нету, что очень радует. Потому что, на самом деле, это, ну, гораздо сложнее, да. Вот, опять же, сейчас вот еще как вариант показываю, да, то есть вот можно опять же я придерживаю и указательным пальцем я вот залажу достаточно глубоко. То есть вот я бы даже сказал бы, если брать человеческим языком, то сейчас то движение, какое я делаю, то, в принципе, ну, удовольствия мало приносит. Но, опять же, видно, да, то есть он лежит, он получает удовольствие. То есть вот я подключил средний палец, и мы понимаем, что да. То есть крестец и позвоночник мы исключаем из нашего списка травм. Вот, это хорошо. Сейчас мы, опять же, переходим к задней лапе. То есть я покажу, да, как я ее разворачиваю. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот видно, то есть, да, руками, да. Нет, нет, вот так вот, да. Ну, немножко неудобно, да. Ложимся, спим. Ну, тут вот я могу. Могу. Сурок вон. М? На флажку, наверное. Кого? На ютуб. На ютуб. На ютуб. Да, вот. Смотрим задник. То есть, вот, опять же, пальчики проверяем. Ага. Но это не, точно не повод хромоты. Нет, от этого собака хромать не может. Но мы проверяем. Да, о, какие пальчики. Ну, для зимы это вообще, как бы, норма, да. Вот. Поэтому, о, проверили. Да, хорошо. Теперь опять сюда прощупали. То есть, тут уже давление, да. Прикладываю достаточно. Да. Ну, что? Нет. То есть, да, мы смотрим. Нет. То есть, то, что он голову поднял, нет. Это не. Я бы даже сказал бы сейчас. Вот, видите, как подергивает лапу. Это не от того, что она болит. От того, что я немножко ее, как бы, лоскочу. У меня, вот. Это, как, знаете, вот, лоскотка, да. У меня получается, ну, видно, да. Вот. А получается, что, когда я это делаю движение, вот, его шерстинки лоскочат мне об этот, и вот, ему это. Угу. Проверю. Ну, опять же, да, смотрим. То есть, видите, как. И легла. То есть, тут болезненных ощущений нет. Ну, мы сейчас, вот, еще, опять же, да, вот, зафиксировано, да. И мы можем, вот, сильнее. То есть, видно, что усилия на скручивание я уже прикладываю достаточно. То есть, видно, да? Вот. Я скручиваю, да. То есть, вот. Задняя левая пальца у нас точно рабочий, без проблем. Вот. Сейчас поднимаемся, поднимаемся выше. Здесь вообще у нас все отлично. Отлично, супер. Вообще хорошо. То есть, крутим, да? Опять же. И заходим сюда, да? То есть, вот. Прощупываем. То есть, все. Проминаем. Проблем нет. Опять же, да, я вот работаю руками, а глазами слежу за мордой, да? То есть, кайфует. Здесь нет. И вот, покажу, в принципе, очень распространенная травма у собак. Это вот эта вот мышца, да? То есть, в паху. Опять же, да? Чаще всего. Особенно, когда спрыгивает. То есть, вот со скользко-скользкого. Что может? Почему вот здесь вот часто собаки тянут лапы? То есть, спрыгивает с ступеньки. Скользкий, да? То есть, тело уже пошло вперед. Толчка нет. И задние лапы, если соскользнули, вот мы и получили как растяжку. То есть, лапы задние в упоре он делает. Они соскальзывают. И у нас получается вот как. Но здесь мы понимаем, что у нас нет. То есть, вот я сейчас, видите, опять же, зафиксирована у меня. Левая рука вот у меня фиксирует. Видите? Я его толкаю сюда. А правой толкаю сюда. Ага. И здесь я прощупываю. И смотрим. Ага. То есть. Ну, в принципе, когда бегало было видно, да? То есть, левая и задняя у нас было в норме. Вот как хорошо, да? Вот. Хорошо. Сейчас вот немножко потянем. Опять же наблюдаю, да? То есть, вот у нас тут все очень замечательно. Замечательно. Отлично. Вот еще. Ну, смотрите, какая красота. Что мы можем сказать? Позвоночник у нас хороший. Крестец у нас хороший. Задняя левая лапа у нас хорошая. Да? То есть, вообще идеально. Может, надо было подождать неделю, когда она нагрузилась и наступила бы задница, да? Ну, мы, в принципе, неделю ждать не будем. То есть, надо сказать спасибо и должное хозяину, что он вовремя заметил и набрал и сказал. Так, а не так, а, само пройдет, да? То есть, видим, да, вот закручиваю. То есть, на самом деле, то, что я сейчас делаю, это, в принципе, не очень приятная процедура. Вот, потому что я немного, если видно, да, вот я придерживаю тут вот бедрышко. Раз. Четырьмя пальцами тоже здесь. Тут глубоко залажу большим. И видите, что я делаю? Я выгибаю. И вот, болевых ощущений у нас нет. Теперь моя задача еще, как бы, опять же, растяжку проверить. То есть, мы сейчас... Вот так вот покажу. Тик-тик-тик. То есть, моя сейчас... Тик-тик-тик-тик. Лежим. Нет, лежим. То есть, видите, уложил. И сейчас мне нужно еще... Расслабься. 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 Тихо. Расслабься. Немножко. Расслабься. 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 Вот так вот. Умечка. То есть, видно, да, гимнасты мы можем сделать с любой собакой, да? Теперь, смотрите, как. Почему все-таки человеку желательно иметь три руки? То есть, хорошо бы оставить вот здесь вот фиксацию, а третьей рукой залезть вот сюда и пощупать все тут. Хорошо натянулось. Ну, в принципе, вы понимаете, да? То есть, если бы собаке где-то было бы больно, или она бы не доверяла мне, то она бы так вот не лежала бы спокойно, да? Хотя видно, да, грудная клетка. То есть, дыхание немного участилось. Ну, честно, я вам хочу сказать, вы сами попробуйте ногу заложить за голову. Вы сами поймете, что у вас так же само участится дыхание. Опять же, что нельзя сделать в этом случае, даже как бы там ни было, дернулась собака или нет? Нельзя резко отпустить. Почему? Тогда мы можем травмировать сами. И можно травмировать это, да? То есть, лежим, лежим, кайфуем. То есть, вы понимаете? Вот можно так-то вот почухаться, смотрите. Вот, смотрите, как он откуда-то. То есть, чувствуем, да? Вот, еще тут сейчас мы тут раз пальцы и дотянем, видите? Вот там. То есть, надо же холку почухать. Вот, смотрите. Ну, так вот. Ой, как кайфует собака! Боже, смотрите, а? Какой кайф! Опять же проверили, то есть, видно. Мягкость живота видно. Ну, то есть, вообще не напряженный. То есть, животное кайфует. Вот, в принципе, что я могу себе позволить, да? Видите, я даже убрал правую руку с зоны фиксации. Вот так, все хорошо. Хорошо. И смотрите, как мы возвращаем в исходное положение. Обязательно правую руку мы фиксируем собачку. Вот видите, что нельзя сделать? Он так дернулся, да? То есть, опять же, я оставил. Вот. И потихонечку, смотрите, да? Вот я возвращаю, все потихонечку возвращаю. Видно, как рукой перехватываю. Провожу. И тут массирую. Все. Тут он мне не мешает. И видно, как вот, да? Какое жиле у нас. Вот. Вот. Значит, тут собачке все нормально. Вот. Отлично. С этим мы разобрались. Теперь, что мы делаем? Правильно. Мы переходим на вторую сторону. Вот мы. Раз. И смотрите. Оп. Перевернул. Вот так. Все. И опять же, да? То есть, мы перевернули. И что мы опять же сделали? То есть, раз. И проверяем. Животик. Опять же, визитная карточка работы собак. А это и есть живот, да? Мягенький. Хороший. Теперь я переступаю, чтобы мне было удобнее. Подтягиваю его сюда ближе. Беру это. И проверяем мы. Опять же, пальчики, да? То есть, вот, видно, я зафиксировал. О, есть. О, есть. Ага. Ага. Ну, опять же, это уже может быть следствие за счет того, что мы знаем, что у нас в левой, да, проблемка была. Нагрузку он снял с нее. И осталась вся тяжесть тела была на правой лапе, что очень нехорошо, да? Вот, 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 проверили. Слышали? Ну, это, в принципе, не повод беспокоиться. Это опять же так. Вот, разминаем. Опять же, да? И теперь вот, опять же, софиксировали. И, видите, подавили сюда. Вот, сюда опять же следим. Вот, покрутили. Да, в напряжении собака. Ну, в принципе, тут нормально. О, тихо. Расслабься. Не надо. Мне помогать не надо. Расслабься. Расслабься. Хорошо. Расслабься. А вот тут, смотрите, когда перешел, вот здесь собака напряженная. Причем явно напряженно. Видите? То есть, нету, то есть, вот, он не дает вообще расслабиться. Не хочет. Тогда, в принципе, когда, можно сказать правильно, травмировал, тяжесть нес на правую, пальчики тут выбил, но это, в принципе, не это, но вся нагрузка легла на плечо. То есть, весь, вся тяжесть тела была на правую. Поэтому, видите, тут его, я бы вот сказал бы, по, это, то есть, видите, он даже не дает. То есть, он напряжен. То есть, вот. То есть, вот этот сейчас, вот, действительно камень. Сейчас мы отпускаем и должны поработать с плечиком, то есть, расслабить. Вот так вот. Вот. Вот он тебе правой лапой перегрузил. Вот тут вот камень. То есть, видно, здесь нету. То есть, оно, да, я продавливаю мышцы. Опять же, повторю, что видео, может быть, так не дает, но вот тут вот он напряженний. То есть, наша задача сейчас, вот здесь вот нужен расслабляющий массаж плеча. Почему? Потому что тяжесть тела была перенесена на правую лапу. И здесь у нас, вот, хорошо, вот. И мы расслабим. То есть, вот здесь вот расслабления нет. Если здесь вот уже вроде он начал плечо расслаблять, а вот здесь вот нагрузка есть. Вот чувствуется, что вот здесь вот тянет. Тут вот все напряжение вот здесь. Хотя, в принципе, он хорошо отзывается на массаж. Расслабляется. Но, то есть, хозяину надо отдать должное, что он вовремя заметил, обратился. И, в принципе, хотя, повторю, могло, конечно, пройти и само собой. А мог еще второй, третий раз сбегать, подскользнуться, неудачно прыгнуть, встретить хозяина и, а-ля, приехали. Вот. Вот так вот. То есть, видно, да? То есть, буквально, сколько я там потратил? Ну, две минуты, да? На вот это вот. И вот сейчас, вот смотрите, то есть, вот уже мы... Что значит, вот расслабили мышцы уже? То есть, видите, вот. Он уже дается. Вот сейчас, вот. Вот видно уже, да? То есть, вот сейчас вот он уже кайфует. То есть, если вначале, да, он сопр... То есть, видно вот уже. И вот оно, желейка. Вот. Смотрите. Вот видите же, все. Вот уже спокойно сгинается. То есть, сколько потребовалось времени? Все почему? Потому что, в принципе, вовремя замеченная проблема. И вовремя, если ее решить, то, в принципе, все обойдется. То есть, видно уже, да? Да, я сейчас уже прикладываю усилие намного сильней. Вот отлично. И сейчас вот, смотрите, мы немножко потянемся, да? Вот. То есть, до момента, видите, уже собака нам доверяет. Я бы сказал бы, уже получает удовольствие. Тут животик проверяем. Но он вообще тут мягенький-мягенький. Вот. То есть, в принципе, не так много и потребовалось. Но мы же еще не забываем, что у нас еще есть одна лапа. Всего 40 минут. 40 минут? Ну, в принципе, да. Если при беглом осмотре, то, в принципе, да. Можно справиться за 40-60 минут. Но полный массаж, чтобы вы понимали, на него уходит полтора-два часа. Не менее. Можно сделать, конечно, экспресс-метод. Но этот экспресс-метод, это будет 60-70 минут. Но вы сами понимаете, что если брать на лапу минимально 15 минут, это минимально 15 минут. На одну лапу, к сожалению, собаки 4. 15 минут мы умножаем на 4, мы получаем 60 минут. У нас есть еще позвоночник, на который, в принципе, тоже надо потратить все-таки минимально 5-7 минут. Мы получаем в общей сложности сколько? 67 минут. Если учитывать, что надо еще собачку перевернуть, подвинуть с левой на правой, то есть минимально мы получаем 70 минут. Поэтому, если вам говорят, что массаж делает 40 минут, поверьте, вас разводят. 40 минут одна зона, да, я согласен. 40 минут полный? Ну, можно 40 минут, конечно, погладить. Вот, видите, у меня собака кайфует. То есть, кайфует. Я чуть-чуть ослабил. Теперь, смотрите, да, опять же, не забываем. Наша сейчас задача для того, чтобы полностью понять и решить, и устранить проблему, то нам надо же куда эту лапку деть. Правильно. Нам ее надо затянуть. Видите, опять же, да? То есть, тут мы придерживаем. Придерживаем. Видно, да? Ногу не уберу. Вот. 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 То есть, видно, да? То есть, если видно, то есть, вот тут вот уже мягенько. Видно, как вот тут вот мышцы мягенькие, все хорошо. О, видите, как дается. Ну, видно, да? То есть, где лапка. То есть, в принципе, если надо, могу на видео почухать крестец. Почухать? Не надо, да? То есть, говорят, не надо. Верят на слово. Тихо, тихо, тихо. Расслабься, что? Почухать, да? Ну, давай, почухай. Давай, почухай. Ну, что? Видите, как гладит? Опять же, да? То есть, видно, что опять расслаблено. Я не прикладываю вообще усилий. И здесь у меня все расслаблено. Вот, видите, перехватил. И опять же, да, вот так вот нам надо полежать. То есть, чтобы вы понимали, да? Вот так вот на каждую зону все-таки, если сделать элементы остеопатии, да? То есть, вот у нас и получается, что тут у нас и уходит, да? Три-пять. Иногда семь минут надо в таких положениях полежать. Поэтому все-таки полный массаж, полный сеанс работы с собакой минимум длится от полутора до двух часов. Меньше это разговор ни о чем. Вот так вот. Иногда, конечно, большой какой-то такой вот есть недостаток. Это что собаки во время таких вот...